Детский сад номер 79 комбинированного вида в поселке Дубовые Рощи посещает 306 воспитанников. Территория образовательного учреждения благоустроенная, содержится в чистоте и порядке. В этом году заменены противопожарные лестницы, а вся площадь сада обнесена новым забором. Уютно и в отремонтированных групповых ячейках. В прошлом году был выполнен ремонт прачечной и установлены новые стиральные машины. Детский сад, в общем-то, действительно содержится в полном порядке. Может быть, какая-то косметика там и необходима, но вот мы в этом году поставили забор. Ну, в общем, внешне все там нормально. Детям там тоже очень уютно, это видно. Работает нормальный, сплоченный и профессиональный коллектив. В школе номер 22 обучается более 800 детей. В этом году здесь провели масштабные работы. Отремонтированы кабинеты и лестничные проемы. Необычные интерьеры, цветовые решения создают комфортную для обучения атмосферу. Сделано очень все качественно, аккуратно. И вообще школа изнутри выглядит очень хорошо. Договорились с директором, что посмотрим ремонт фасада на следующий год. И, конечно, тут нужно еще спортивное ядро. Представители администрации посмотрели и ряд благоустроенных дворовых территорий в Дубовой роще. Это дворы на улицах Октябрьская и Спортивная. Благоустраивается один двор в рамках комплексного благоустройства, как и было заявлено изначально главой поселения Натальей Васильевной. На сегодняшний день работы ведутся. И я думаю, что в ближайшее время можно будет этот двор предъявить уже к сдаче и жителям. И, собственно говоря, приедем, торжественно откроем. Парковки, парковочные пространства, которые здесь созданы, я думаю, что жители оценили. И здесь проблем с парковочными местами нет. Хотя и даже на этот год еще есть у Натальи Васильевны планы. И это правильно. В ходе рабочего визита проверили и выполнение губернаторской программы по ремонту подъездов. Андрей Кулаков отметил, что есть вопросы к управляющей компании, которые занимаются ремонтом по качеству и темпам работ. Но они будут решены уже в ближайшее время. Хочу пожелать, чтобы и жителям сельского поселения Сафоновская, и главе Натальи Васильевны Кулигиной продолжать в том же духе и создавать комфортные условия для жизни жителей в этом поселении. Екатерина Алфимова, Сергей Григорьев, Елизавета Скрябина. Для программы «Городские вести».